Все, Александр, Николай, все, значит, слышно хорошо, мы можем начинать. Итак, друзья, как у вас сегодня настроение? Я надеюсь, что оно замечательное, потому что мы сегодня говорим о нашем долголетии, о нашем здоровье. И сегодня у нас очень интересный гость, врач-сыроед. Олег Гончаренко. Приветствую, друзья. Приветствую, я тебя. Да, Олег врач-терапевт, семейный врач и врач-сыроед, один из немногих врачей, кто пришел к сыроедению. Это очень здорово. Да, в Украине только один доктор был, вот сейчас, получается, два врача в Украине. Ясно. Кто сыроедов. Да, то есть врачей не так много, у нас есть уникальная возможность сегодня задать все ваши вопросы врачу-сыроеду Олегу Гончаренко. Друзья, сегодня мы построим вебинар по следующему плану. Мы будем сегодня отделить наш вебинар на три части. Первая часть – это причины старения, секреты увеличения продолжительности жизни. Во второй части вебинара мы поговорим о формировании новых привычек в питании и не только в питании. И на третьей части поговорим о преодолении пищевой зависимости. Все-все вопросы, которые у вас накапливаются, вы можете задавать. Мы по ходу вебинара будем отвечать или отвечать в конце, наверное, каждой части. Да, в конце каждой части. Вот. Ну что, друзья, даю старт. Олег, прошу. Да, еще раз приветствую, друзья. Коротко о себе расскажу, что я 13 лет в медицине. Закончил, работал в научных исследовательских институте Строжеско. Работал в частных клиниках. И последние 10 лет я занимаюсь больше альтернативной медициной и очищением организма, гомеопатией, фитопрепаратами. И года 3 назад я вышел на тему сыроедения. Вот. И долго, много читал, изучал, знакомился с ребятами, кто практикует. И с медицинской точки зрения изучал книги. Вот. И вот с сентября прошлого года я тоже перешел на сыроедение. Вот. И очень доволен. И много информации из того, что мы вам сегодня расскажем, возможно, вы где-то можете прочитать или услышать. Моя задача как врача состоит в том, чтобы я объяснил с медицинской, с научной точки зрения все вот эти факторы, которые есть. Потому что в интернете много чего есть, и что-то из них правдивое, научно подтвержденное, а что-то, чей-то личный индивидуальный опыт, который у других людей может не повториться. Вот. Ну, тема наша озвучена как причины старения и как увеличить продолжительность жизни. То есть, в принципе, тема должна быть интересна всем. Вот. Что каждый хочет быть счастливым, стремится улучшить качество своей жизни. Вот. И, значит, я прочитал несколько книг, встречался с людьми, с геронтологами, и разобрался с этим вопросом. Все-таки, что настоящая медицина, значит, в настоящее время, что она узнала о старении. Вот. И очень открылась интересная информация. Значит, оказывается, что вообще биологический возраст, да, биологический возраст у человека, он, человека, он составляет 150 лет. То есть, это научно доказанный факт. В принципе, для всех млекопитающих составлена такая схема. Возраст до пубертата, то есть, когда животное становится готово к продолжению потомства, умножается на 10. То есть, у человека начинается, как бы, половая жизнь, что ли, с 15 лет, умножаем на 10, 150 лет. Другое дело, что статистика наша показывает, что продолжительность жизни современного человека далека от этих цифр. А по статистике для жителей России и Украины для мужчин она меньше, это 65 лет, для женщин это 71 год. То есть, почему такая большая разница, да, в более чем в два раза. Вот. И я отвечу потом на этот вопрос, почему так происходит. И ученые установили, что сама эта клетка, она может жить намного дольше. А проблема в самом организме, то есть, взаимоотношениях всех клеток. То есть, меняется взаимосвязи, обмен веществ, гормональный фон в организме. И поэтому происходит процессы апоптоза и прекращения жизни. И в основе этого лежит накопление в клеточках вещества, называется оно липофусин. Липофусин – это такой пигмент, соединение, содержащее в себе протеин и жиры. И в норме он может быть в жировых клетках, но при старении он начинает скапливаться во всех клеточках. То есть, клетки кожи, это можно видеть у пожилых людей в виде пигментных пятен, в клетках печени, почек, сердца. И стали разбираться ученые, почему же он скапливается. И выяснили, что как раз основа, причина старения – это избыточное потребление человеком питательных веществ. И вот этот избыток жиров, белков, который он получает, не успевает включиться в метаболизм, организм начинает откладывать. Сначала он откладывает в жировой ткани, то есть человек, как правило, набирает вес. Когда уже запасы жировой ткани исчерпывается, организм начинает эти вещества, в основном это белки и жиры, откладывать в соединительные ткани, в других органах. Дальше, основа этого питания – человек переедает, кушает много продуктов. И продукты термически обработанные, оказывается, они не могут полноценно раствориться, усвоиться. И образуются так называемые шлаки, которые организм не может ничего с ними подделать, не может их вывести, и он их просто откладывает в клеточках. И вторая причина основная, первая – это переедание, человек кушает много еды, и еды не видовой, не такой, как рассчитан наш организм. Вторая причина – это недостаточная физическая активность. То есть есть механизмы в организме, когда те же жиры или белок может сжигаться на калории. Но из-за того, что человек и стал меньше двигаться, этого механизма не происходит, и лишние протеины, жиры, они накапливаются, идут внутрь клеток. У нас есть очень интересный, был такой доктор, академик Амосов, и он прожил 90 лет, довольно долгую жизнь. И в последние годы он был сам кардиохирургом, но он посвящал время долгожительству. Так вот, он как раз и разработал такую систему, что человек нуждается в тренировках. То есть врач, врач, он может выписать вам препарат, процедуру, но человек должен зарабатывать свое здоровье с тренировками. То есть тренироваться, нагружать свой организм, делать разгрузочные дни, в достаточном количестве двигаться и так далее. Вот поэтому, да. Можно тебя, Олег, перебью и вот хотела бы еще побольше узнать о разгрузочных днях. Вот для чего их необходимо устраивать? То есть не голодание, на сухую, может быть с водой. Почему это важно устраивать? Спасибо. Ну, вы знаете, у каждого у нас дома есть техника, да, то есть мы, не может техника работать без остановок постоянно, изо дня в день, из месяц в месяц, из года в год. Вот, нужно давать и перерыв, отдохнуть. Так же самое организм, это очень сложно устроенный механизм и полезно организму давать время для передышки, для того, чтобы он навел порядок в себе, да. Да, понятно, в организм попадает с едой, с экологией разные там токсические вещества и в организм важно навести порядок. И как раз, когда мы не кушаем, да, органы пищеварения могут отдохнуть, обновить свои клеточки, вывести из организма то, что уже не нужно. И питаться, питание это происходит на самом деле, но оно не извне идет, оно внутреннее, эндогенное. То есть за счет накопленных резервов, они у нас всегда есть. Вот, для того, что человек может потерять 45% своей массы тела и при этом жизненно важные органы останутся жизнеспособными. Вот, то есть человек может прожить без еды 40 дней на самом деле. То есть из-за того, что вы один раз в неделю не покушаете, ничего страшного не будет, а будет только отлично для организма. Николай, только у вас ли подтормаживает видео? Скидывает постоянно, пишет нам веганы с сургута. У всех такая же ситуация или у кого-то интернет получше? Ну, остальные не жалуются, значит, видимо, все хорошо. И у вас Антон тормаживает, говорит. Ну, смотрите, запись данного вебинара будет, если что, можно будет потом пересмотреть. И все основные ключевые моменты еще раз, еще раз взять. Так, друзья, если у вас опять же по ходу возникают вопросы, вы их пишите, мы будем отвечать. По поводу скорости интернета, ничем я не могу помочь, у нас тут здесь достаточно слабо идут. Хорошо, я думаю, что запись будет, все будет хорошо. Можем продолжать. Так, это была первая часть, значит, нашего вебинара. Вторая часть, это у нас заявлено формирование новых привычек. Интересная тема. Интересная тема, то есть, пациенты-то и знают сами, и люди, как правильно питаться, да, что такое здоровый образ жизни, но продолжают питаться, как у них есть привычки какие, что они любят. Да, вот, и есть очень интересные научные работы, есть такой доктор Нил Барнард, вот, автор книг «Как преодолеть пищевые привязанности». Так вот, он очень интересное исследование, в общем, 20 лет провел, и доказал, что вот эти вот пищевые привязки, которые у нас существуют, вот та вот привычка питаться, она на самом деле обусловлена биохимически, то есть, это как зависимость. Вот. Дело в том, что многие продукты питания, особенно это касается молочные продукты, сыр, шоколад, хлеб, глютен, в своем составе содержат вещества, которые в организме у нас превращаются в опиаты, то есть, опиаты – это наркотические вещества, да, и, соответственно, у нас возникает зависимость от этих продуктов, то есть, нас к ним тянет. То есть, к фруктам, к овощам у нас нет какой-то ломки, что вот очень хочется съесть там яблоко, а вот там к шоколаду, к сыру, к печенью, такое, такое как бы есть. Вот, поэтому одной силой воли поменять свою привычку практически невозможно. Так называемые диеты, которые разрабатываются на основе там соблюдения калорий, да, там, четкого графика приема еды, они как бы все заканчиваются неуспехом. Человек рано или поздно, значит, срывается и начинает кушать все подряд и набирает вес снова. Вот, поэтому важно понять, что вот эта ваша тяга к продукту, у кого-то это шоколад, у кого-то мясо, у кого-то алкоголь, у кого-то сыры, это не истинно ваша потребность, это как бы наркотическая зависимость мозга. Вот, и это было доказано таким людям, которые, ну, вообще не могли себя контролировать, срывались на продукты, им кололи вещество, называется налоксон, это блокиратор опиатовых рецепторов. Так вот, после укола резко снижалась интерес к кофе, к шоколаду, к сыру, к молочным продуктам. Вот, как же помочь себе перейти, формировать новые привычки питания? Лично мне очень помогли разгрузочные дни и короткие курсы лечебного голодания. Вот, опять же таки, я ссылаюсь на авторитетов, это академик Юрий Николаев, он еще в 60-х годах в Санкт-Петербурге, на базе института проводил курсы лечения, оздоровления, и с помощью лечебного голода он лечил множество заболеваний. Он сам был психологом, психотерапевтом, он лечил даже шизофрению, разные страхи, фобии, депрессии. Ну и потом начали лечить и болезни внутренних органов, гепатиты, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь. Эффект был потрясающий. Если бы не развал Союза, были такие планы, что в каждой больнице вести отделение, где лечат голодом. Вот, и вот особенность есть у лечебного голодания в том, что даже за один день воздержания от еды у вас меняется психология. То есть у вас стираются вот эти программы в зависимости от еды. Значит, ну вам остается только поверить мне на слово и самому проверить. Вот, плюс во время голода уменьшается размер желудка, и вы наедаетесь намного меньшим количеством еды. Вот, вот это то, что может помочь в привычках. Ну, еще, конечно, рекомендую общение. То есть находить единомышленников, подписываться в соцсетях, в группы, находить докторов или наставников, кто занимается помощью по переходу на здоровый образ жизни, на то же сыроедение, на вегетарианство. И, сотрудничая с ними, получаете поддержку и всю необходимую информацию. Так, ребят, может у кого-то есть вопросы? Да, вот, смотри, вопрос задал Сашу. Да, на поводу сыров. То есть сыры – это концентрат молока. Там очень высокий процент казеина. И этот казеин, он у нас не усваивается, не переваривается. То есть он откладывается в стеночках сосудов, вызывая заболевание атеросклероз. Если вы слышали, атеросклероз – это основа большинства заболеваний. То есть это болезнь цивилизации, когда организм наиливается вот этими белками, молочными или жирами, проникает в сосуды, в органы и вызывает гепатозы, циррозы, атеросклерозы, атеросклерозы, шимическая болезнь. Поэтому сыры на самом деле не полезны. И если покопаться в интернете, есть даже научные исследования, которые доказывают, что употребление молочных продуктов приводит к возникновению остеопороза. То есть хотя нам с детства говорят, что молоко укрепляет кости и так далее, на самом деле физическая нагрузка укрепляет кости больше, чем употребление кальция. Вот оно как. Ну козье там, да, оно лучше усваивается, но все равно козье молоко предназначено для козля. То есть оно не видовое питание для человека. Только человек потребляет уже в зрелом возрасте чье-то молоко. И это, на мой взгляд, удивительно. Животные во взрослом виде никогда не пьют ничего молочного от других видов животных. Это нонсенс. Люди неправильно делают. Да, если есть цель все-таки прожить больше, чем среднестатистический человек 65 лет и умереть не от болезни, а действительно по возрасту, то придется поменять и привычки, и даже традиции. Традиции, которые шли из поколения в поколение. Вот как у нас принято, там хлеб седьмой голова, например, да. Вот, принято есть хлеб, или там пить молочные продукты. То есть надо просто пересмотреть все эти взгляды и посмотреть, что соответствует законам природы, что нет. Потому что множество заблуждений существует. Вот, и наука каждые два года, она чуть ли там половину вещей опровергает и находит что-то новое. У меня вот, например, мама очень любит пить молоко. Она еще на молочном заводе работала в свое время. То есть молоко давали домой. И молоко это такая часть жизни постоянно. И сейчас вот эту дурную привычку достаточно сложно скринить. То есть сформировать, ну вот, чтобы она не пила это молоко, это надо, не знаю, постараться очень сильно. Да, вот тут тоже есть такой прием. То есть не стоит себя запрещать и на силе воли менять привычки. Ищите заместитель, что может заменять, скажем, тоже молоко, да, или сыры. Вот по своему опыту скажу, что отличный заменитель это ореховое молоко. То есть кокосовое молоко. Вам нужно сделать кунжутное, миндальное. При этом оно готовится очень-очень просто. Я вот недавно делала молоко из миндаля. Поделитесь, Кира, как ты делаешь. Это очень просто на самом деле. Замачивается миндаль в блендере, потом добавляются еще водички, потом это все ссаживается, ссаживается. И мы пьем это молоко. Все-все очень просто готовить. А кокосовое молоко, так это еще проще. В блендере перемалывается сам кокосовый сок и стружка кокосовая. И это вот такая вещь. Это лучше, чем любой молоко, чем любой обычный сыр. Здесь в Таиланде даже, скажем так, мало копытных животных их не выращивают. И в принципе молока нет. Они в основном пьют соевое молоко и также молоко, добытое из мякоти кокоса. То есть даже на рынках стоят такие сокодавилки, вставляется измельченная мякоть кокоса и вытекает стружка такая очень сухая и молоко. И действительно я по вкусу попробовал, но как обычно было коровье или козье молоко. Но при этом оно как бы полезно. Действительно. То есть искать заменители. Тут нас сейчас спрашивают, как отключить эмоциональную еду. Да, Кристина спрашивает. Да, то есть действительно у нас центр удовольствия, центр эмоций находится в гипоталамусе. Это лимбическая система. И импульсы идут как от наших приятных эмоций, так и от еды. И они все входят в один центр. Поэтому когда человек не набирает достаточно эмоций, нет у него положительных эмоций, нет людей, с кем он общается, кого он любит, то он через еду пытается получить удовольствие. Выработать себе этот гормон серотонин. Поэтому люди переедают. Соответственно, выход какой, чтобы эмоциональную еду исключить, исключить этот фактор. Я рекомендую практиковать медитации. Я недавно сам побывал в буддийском монастыре, здесь же, в Таиланде, где мы медитировали по 4-5 часов в день. И вы не поверите, но у меня вообще после медитации аппетита не было. То есть я сам на себе прочувствовал, когда мы успокаиваемся, мысли успокаиваются. Эти все центры желаний сексуального, центры еды, он тоже успокаивается. И мы не ели после 5 часов, нас кормили утром, 9 часов в 11 утра какой-то, давали там салатики и все. И вот с головой хватало. Поэтому понравилась мне привычка перед едой читать обращение к еде или молитве. Очень хорошая привычка. Для искоренения эмоционального голода. Заряжать еду энергией. Заряжать еду, да. Я бы тоже по себе заметила, что когда я чем-то особо занята, то ли спорт, то ли просто общение с какими-то интересными людьми, просто какое-то дело, которое мне нравится, я тоже хочу меньше есть. Эта эмоциональная привычка поесть, она исчезает. Да, да. То есть это взаимозаменяемая еда, обычная, да, наша пища и эмоции. Доказательство, которое вы, многие из вас испытывали, когда вы влюбляетесь, да, вы не думаете о еде, вам не хочется кушать. Какая там еда. Да, то есть любовь дарит вам все, как бы все эмоции. Так, хорошо. Это была у нас тема формирования новых привычек. Друзья, если у вас вопросы, как сформировать новые привычки? Если появляются вопросы, вы пишите. Ну что, мы приступаем к нашей третьей теме. Да, она в планы перетекает. Вот привычек – это преодоление пищевых привязанностей, да, пищевых. Как же все-таки мы поняли, что основа долгожительства – это правильное питание человека, да, это видовое питание, которое поддерживает наши клетки, которые дают нам энергию после еды, чтобы мы покушали, у нас была энергия, а не чувство расслабленности, даже усталости, которую хочется прилечь, да. Вот, давайте еще об этом поговорим. Вот, тоже с медицинской точки зрения уже доказано, почему возникает состояние сонливости после еды, и у кого оно возникает. То есть, оказывается, что причина этому – пищевой лейкоцитоз. Пищевой лейкоцитоз. То есть, если вы знаете, есть такие клетки крови, лейкоциты, белые тельца, они повышаются у людей, когда есть какая-то, скажем, проблема, какое-то воспаление. То есть, например, грипп или пневмония, то есть лейкоциты будут намного повышены от нормы. Вот, и оказывается, на обычную еду, термически обработанную, в кишечнике возникает пищевой лейкоцитоз. То есть, лейкоцитоз скапливается в капиллярах кишечника и как бы защищает организм от этой еды. Вот, и вместе с этим, это как воспаление, мини-воспаление, человек испытывает слабость. Вот, ну, скажем, если у вас есть автомобиль, вы идите на заправку, и вам надо зарядить автомобиль, чтобы он хорошо ехал по дороге. Если вы заряжаете его бензином, и вместо того, чтобы хорошо ехать, машина начинает что-то коптить или плохо едет, двигатель глохнет. Ну, это как бы понятно, что что-то вы не то залили, да, значит, это топливо не предназначено для вашего автомобиля. С полной аналогией можно говорить и о питании человека. Если после еды понаблюдаете за собой, чувствуется какая-то утомляемость, хочется прилечь, значит, это не ваша еда. Организм как бы не получает от нее пользы. Он больше тратит энергии, чтобы устранить эти шлаки, которые возникают. Вот, то есть, после действительно качественной, хорошей еды организму возникает легкость. Так, это у нас по преодолеваем пищевые привязки. Вот, но здесь очень важно даже понять, что есть наркотическая зависимость, да, и я рекомендую проводить вот такие разгрузочные дни. Дни я провожу сейчас раз в неделю, раз в неделю. Вкратце расскажу, как. Лучше организм подготовить, то есть, надо будет сделать кишечные промывания, потому что даже целый день, когда вы не будете кушать, в кишечнике будет оставаться еда. И, ну, образуются токсины, они могут сасываться обратно в организм, попадая в кровь. И вы можете себя плохо чувствовать, будет ломка какая-то, будет, ну, постоянно будете думать о еде. Если же вы выпьете слалевое слабительное накануне вечером, ну, обычно это магниосульфат, соль продается в аптеках. В 5 часов вечера пьете, и через 3-4 часа очищается кишечник. И утром еще клизму сделаете 4-5 литров. То с пустым кишечником вы очень легко пробудете на этом разгрузочном дне. Еще важно и с поля вашего зрения убрать все вредные продукты, потому что есть всегда соблазн. Соблазн испытать этот вкус, да, знакомый, который приносит удовольствие наркотическое даже. И по себе знаю, я много раз срывался, признаюсь. Стоит только съесть, скажем, одно какое-то печенье, да, и возникает неопределимое желание продолжать это сделать. Как наркотик, естественно. Ну, опять же таки, да, лучше эти продукты не покупать, отходить их с дорогой, то есть, ну, соответственно, чтобы в доме, где вы живете, чтобы люди, как бы, вас поддерживали и не провоцировали вас там что-то на обычную еду. Вот смотри, я перебью по поводу замещения продуктов. Вот хочется съесть шоколадки. Можно же сделать из сыра какао-баку, из сыра какао-баку, из сыра какао-баку, из сыра какао-баку. Сделать из сыра шоколад, сделать такие замечательные сыры, соусы. Я вот, знаете, как делала прикольно. кишью замачивала, причем замачивала там на час буквально, он сразу становится мягким, сырой кишью, который не был обработан термически. Потом, значит, в блендере с водичкой вместе перемолола, он такой консистенцию крема приобрел. Потом добавляю туда шоколадного порошка, какао-бобов тертых, сырых также, и немножко сырого меда. Здесь такой сырой мед, еще продается сырой мед, тот, тот, который не был, опять же, доведен до 100 градусов. Его можно кушать, и такая обалденная паста получилась, и просто этой пастой накрываешь там бананы, например. Это такой торт, получается, цельный. То есть кунжут, вода, да? Нет, не кунжут, а кишью. Кишью, размачиваешь воде, вливаешь блендере. Получается, как паста. Да, и добавляю сладенького, там, као-порошка и меда. Не пробовал, честно, я его пробовал. Я тебя угощу как-нибудь. То есть не запрещайте себе, а заменяйте. Заменяйте на сырые продукты, и они по вкусу вам даже вкуснее покажутся, я вас уверяю, чем вареная еда. Чего стоит только смузи, вот я делала, знаешь, раньше, как на переходном периоде, яблоко, банан и клюква. Так это же шикарный мусс, и его по утрам пить. Яблоко, банан и клюква. И клюква. Вода и выходит как шейк? Да, как смузи, как шейк, и причем не чищу там никогда яблоки, то есть кожурой, где в кожуре это еще больше витаминов. Вот, это вот к слову того, что не запрещайте, а заменяйте на более качественные, сырые и живую еду. Ну да, вот те же, получается, шейки или живые коктейли, которые можно делать с овощей, с фруктов, с арене, как 21 день. Вы должны выдержать 21 день, чтобы эта привычка вошла в вашу жизнь. Вот, да, нужно сначала как бы следить, контролировать где-то, быть дисциплинированным. Вот, еще что важно по привычкам, это привычка жить по биоритмам природы, то есть вообще жить по законам природы. То есть мы получаем, мы получаем энергию далеко не только от еды, а и от биоритма. То есть от того, что вы будете, если вы будете вставать в 6 утра, ложиться в 10 вечера, то ценность сна как раз, она намного ценнее с 10 вечера до 6 утра. Если вы спите с 6 до 9, ценность сна практически мизерная для организма. Вот, поэтому правильно организованный день ваш дает вам энергию. Вот, и я сейчас тоже перешел на привычку. Сначала я как, ну сложно было, да, привык вставать в 7 часов 8. Просто вставите в будильник. Вот, сначала, да, встаете с будильником. Через пару дней организм привыкает, и сейчас у меня глаза сами открываются, без 15 и 6 я встаю. Вот, и, во-первых, и столько времени освобождается для работы. Много времени утром получается. Вот. Значит, еще это физическая активность. То есть обязательно двигаться, нужно двигаться. Уже доказано, что мышцы, это еще и гормональный орган оказывается. То есть в мышцах образуются гормоны. И сжигаются жиры. Эти самые жиры, которые могут откладываться в сосудах, вызывать атеросклероз и преждевременное старение, они должны сжигаться в мышцах. То есть я предпочитаю и рекомендую анаэробные нагрузки. То есть у меня есть комплекс йоги. Вот. Это может быть растяжки. Это может быть плавание. То есть заниматься надо минимум 30 минут в день. И тоже, если вы в течение 21 дня сначала с волей, с дисциплиной заставите себя это сделать, то потом это пойдет автоматически. Вот. И должен вам сказать, что если вы встанете в 6 утра, сделаете гимнастику, то и закушать вам не захочется. Либо аппетит будет небольшой. То есть мы энергию получаем не только от еды, а и от, как я сказал, правильного дыхания, смотреть на солнышко, да. Такие вещи, эмоции. Так. Что у нас пишут люди, спрашивают? Вот Саша с самого начала говорит, я ем много овощей и фруктов. Капуста, яблоки. Ну, поздравляю, Саша. Значит, вы уже сыроед. Вот. Есть такой нюанс. С чего лучше начинать? С овощей или с фруктов? Да. Все-таки доказано, что лучше начинать с овощей. Переход на здоровое питание. Почему? Потому что в них содержится больше клетчатки. Вот. А клетчатка – это корм для микрофлоры. Микрофлора, да. То, что живет в кишечнике. То есть, немножко экскурс такой, да. Что такое микрофлора. Ее роль доказал Академик Уголев. Вот. В 60-х годах, это еще было временно Советского Союза. Он доказал, что 50% то, что мы усваиваем, это не благодаря нашим ферментам, а благодаря микрофлоре. Вот. То есть, она помогает нам усваивать продукты, выделяет многие витамины. И она как губка на себя всасывает все эти выделяющиеся в кишечник ненужные вещества и выводит их с организма. Ну, по сути, как активированный уголь. Вот. То есть, клетчатка – это постоянно очищает наш организм. И питается она пищевыми волокнами. Вот. Эти волокна многие годы считались как бы бесполезными. И потому что они не всасываются в организм, в кровь, они остаются в кишечнике. Вот. И даже было создано питание, которое не содержало волокон, но потом поняли, что у людей там возникают запоры, у людей возникает интоксикация. То есть, клетчатка нам очень нужна. Вот. Во фруктах тоже есть клетчатка, но ее меньше, и во фруктах больше сахара. А сахар, как вы знаете, стимулирует рост грибков и может вызывать в переходном периоде нежелательный процесс ображения. То есть, потом, да, через пару месяцев вы можете перейти на фруктоедение, если такие люди только фруктами питаются. Получается, я так интуитивно начала с овощей именно. Только салат овощные ела сначала. А потом действительно перейти через два месяца примерно перешла на фрукты. Было комфортно. Дальше отвечаем на вопрос Василия Дорошенко, как заряжать еду. Это ты рассказывала. Да, у нас с тобой есть общие друзья. Катерина, да, вот замолосок, Владислав Гормаковский. Так они постоянно, перед тем, как покушать, они заряжают еду. Они читают молитву. Я не знаю, молитва не молитва, но эти слова, они, во-первых, верят в эти слова. Эти слова направлены на заряд пищи и энергии. Они говорят, что они благодарят Бога за то, что у них есть еда, за то, что она вот такая, за то, что мы живы. И они в это верят, это им помогает. И я вот уверена, что наша пища получает вот эту энергию, которую мы ей даем. После этого она еще лучше усваивается. Конечно, да. То есть, могу, в принципе, потом поделиться у нее, спросить, вот то, что она читает, опубликуя на блоге, наверное, в своем, в своем сфере, в своем сфере, опубликуя на блоге вот этот текст, который заряжает еду от наших людей. Да, с медицинской точки зрения это еще не объяснено, как и многие вещи. Но даже когда человек там обращается с молитвой, да, его ум успокаивается, то есть, гормональный фон улучшается. И он, во-первых, он не переест, вот, и во-вторых, у него улучшается настроение. Дальше вопрос Николая. Белки незаменимые есть в мясе, без них пишут нельзя. Вот. Ну, это была такая теория, да, вот сейчас она уже опровергнута, уже доказано, что незаменимых аминокислот нет, что все необходимые аминокислоты дает нам, ну, или мы получаем седой, или наша микрофлора нам синтезирует. Так, а порошки это живые продукты? Порошки в смысле водоросли или что-то? Про короб говорила, что про короб, про какао-порошок. Ну, если он, да, термически не обработанный, то... Если, да, он термически не обработанный, его можно соответственно есть. Но другой вопрос, что я бы рекомендовала это есть, эти порошки, все это засушенное, пересушенное, даже сырым путем на переходном периоде. Переходный период у многих по-разному длится, после уже хочется цельных продуктов. Вот я, как практика в среде, я сейчас хочу только цельного. Цельный, там, помидор, цельный фрукт, цельная зелень, и причем еще и моно, то есть по отдельности. Так быстрее пища усваивается, кстати. Поэтому порошки можно, сыры, но на переходном периоде я рекомендую. Так, хорошо, хорошо. Так, у нас еще осталось время, значит, по теме, по нашей теме, по продлению жизни, по старению, ребята, есть ли еще вопросы? Если есть, то пишите в чат. Я хотела сейчас спросить, есть ли у нас среди наших сегодняшних гостей, сыроеды, и как они перешли на сыроедение, были ли какие-то проблемы, может быть, с чем-то столкнулись, тоже можете задеться ваши вопросы. Еще такая тема интересная, что понадобится для того, чтобы перейти на правильное питание. Нужна будет техника, да, кухонная техника. Вот те же, вот мы говорили, блендеры, да, блендер – это измельчитель, тот, который измалывает там орехи в молоко, в соусы, делает смузи, шейки, коктейли. Вот, и действительно, вам нужно будет его приобрести, потому что, если даже есть у вас бытовой, его мощности может не хватить, потому что, чтобы размолоть тот же орех, да, все же семечки или лен, нужна высокая мощность, это там около тысячи ватт, плюс специальные ножи для измельчения. То есть, вот у меня часто спрашивают, где купить, какая марка. То есть, я тоже три года назад, когда я только начинал переходить на живое питание, я эту тему серьезно изучал. То есть, есть американские бренды, но они, конечно, дорогие, по тысяче долларов стоят. А есть по-тайвандски производитель, называется JTC – OmniBlend. Может, ты, Кира, сбросишь ребятам название? А, да, конечно, спрашиваю звание. Сейчас. И я очень доволен, многие мои клиенты купили, друзья. Вот. И я сотрудничаю с этой компанией, так что есть возможность по небольшой цене, даже скидка 53 долларов, купить этот блендер. Мы вышлим сейчас вам ссылку, просто почитайте, пусть у вас с этой информацией будет. Вот. Что рано или поздно вам понадобится и шнековая соковыжималка, и блендер, вот. Которые, ну, делают вашу здоровую жизнь, здоровое питание более приятным. Не кушать все однообразно, делать это шейки, делать какие-то соусы вкусные, там, песто, гуакамоли с авокадо очень вкусно. Что такое песто? Песто и гуакамоли, это такие специальные соуса, например, на основу там лук, авокадо, водичка, помидор. И это кушается, ну, как вот, скажем, как майонез, что ли, да, можно мазать на хлебцы, можно мазать на просто порезанные огурчики, помидорчики, то есть вкусно. Как масло такое. Все, рецепт запомнен. Да, рецепт у меня на сайте есть, там ссылки тоже можно почитать. В интернете это все есть, на самом деле. Смотри, Олег, еще у нас вопрос спрашивает Василий. Как доживают до 95-100 лет современные бабушки-дедушки, питающиеся традиционно? Да, да. Ну, а вы видели этих бабушек, то есть они имеют заболевания суставов, они где-то, ну, как бы хронические заболевания имеют, да, они там много лежат. Вот, даже вот поедете в то же село, вот я часто приезжаю ничего, то есть там на самом деле здоровых людей нет. Хоть они на воздухе находятся и у них достаточная физическая активность. Но за счет того, что они кушают много животной еды, молоко, мясо, то есть они как бы погибают от последствий болезни цивилизации, от атеросклероза, инсультов. Вот, ну, дожить-то можно, то есть действительно организм, он обладает колоссальным резервом, можно заливать и не то топливо, да, но так бы мог прожить организм больше и качество жизни было бы намного лучше. Так, Антон спрашивает, сыроед уже? Он не спрашивает, он делится, что он сыроед два с половиной года, перешел с простого векдрианства, период которого стоял полугода, сложности не было. Здорово, когда вот такие люди переходят на средние. Вот, все равно, Антон, здорово, что ты слушаешь нас, многие вещи ты знаешь, вот, но знать, когда ты еще раз это слышишь, когда это подойдется с эмоциями или от какого-то человека, ты еще глубже понимаешь эту тему и как бы придает тебе больше уверенности, что ты на правильном пути, вот. А я бы сейчас сказала, что очень важно, что находишь единомышленников среди нас, мы же практики тоже сыроеды, среди людей, которые сегодня собрались и интересуются темой тоже правильного питания. Будем объединяться. Вот, Саша спрашивает, я за 30 минут пью коктейли до еды, правильно ли так делать? Да, ну, коктейль может и заменять еду на самом деле, да, вот, а и что касается жидкости, то действительно лучше пить между едой или до еды, чтобы не смывать кислый желудочный сок в щелочную среду двенадцатиперстной кишки. Абсолютно правильно, то есть пить за 30 минут, за один час, и пищу не заедать. Не запивать. Да, то есть пищу, простите, не запивать. В принципе, вот на сыроедении, на живом питании, и сыроеды мало пьют жидкости, потому что сама еда, сами фрукты, овощи содержат очень много воды. Так, смотри, мы сегодня вот с Олегом до начала вебинара, я вот у него спросила такой вопрос, что делать нашим родителям, которые только переходят на сыроедение, хотят перейти, но в таком же возрасте, уже достаточно тучные, набрали лишний вес, скажем так. По поводу чистки печени я у него спрашивала, можно ли сразу вот нашим родителям ее применять. И вот ты такую классную информацию сказал, что однако, если главное, главное, это почистить свою кровь, почистить свою лимфу, а потом только заниматься чисткой печени. Повтори, пожалуйста, тоже, чтобы наши зрители это узнали. Да, вот многие сразу же, значит, когда хотят вести здоровый образ жизни, прочитают там книги там Малахова, еще многих авторов, прочитают в интернете и проводят себе чистки самостоятельно. Вот, я бы хотел предупредить, что чистка печени, как бы это очень серьезная процедура, которая имеет очень серьезные последствия. Если не квалифицированно ее сделать, может быть закупорка камнем желчного пузыря, который может привести к операции. Если камни большие. Да, если большие камни. Вот, поэтому стоит начинать все-таки с разгрузочных дней, с клизм, с кишечника, перейти на растительную еду и спустя месяц-два уже можно приступать к очищению печени. И то, есть уже доказанный опыт пациентов и моих пациентов, что через несколько месяцев организм сам растворит песочек в почках, камушки в желчном пузыре и они сами растворятся и принудительно их не надо будет с помощью процедур эвакуировать оттуда. Ну, хотя есть хорошие методики, да, вот с тем же подсолнечным маслом, вот, но у людей зашлакованных это может вызвать очень сильное обострение, то есть температура подняться и живот заболит, да. Вот, поэтому через месяц-два после вот регулярных разводочных дней клизм можно пробовать очистку печени, и то лучше в группе, в каком-то оздоровительном заезде. Вот я в Украине, в Киеве, мы проводим еще с врачами на базе санатория, здравительные заезды, там, мы готовимся, на третий день мы даем, значит, или сорбит, или масло, и тогда осложнений не возникает. Как правильно вот устраивать такие заезды, да, с единомышленниками и с поднаблюдением врачей? Лучше поднаблюдением врача, потому что ситуации бывают самые разные, там, человек теряет сознание, да, и там, ну, даже просто объяснить, что не бойся этого, либо, что там, да, могут в промывных водах быть какие-то там бельбиновые камушки, что это не страшно. То есть, кишечник мы сразу можем почистить при переходе на сроизни, а с печенью будьте, пожалуйста, посторожнее, и это потом. Потом, да, через два-три месяца. Погодя, хорошо. Следующий вопрос от Василия. Вот разница между питьем воды и употреблением жидкой пищи. Разница жидкая пища. Жидкая пища – это какая жидкая пища? Шейки, например, коктейли. Разница? Ну, соки – это же жидкая пища. Соки, да. Практически нет разницы. Нет разницы. В чем именно, что именно интересует? Что кто любит, тот хочет просто попить воду. Ну, просто от воды можно не быть сытым, да. Я, например, люблю пить даже вот воду обычно. Я добавляю чайную ложку меда и добавляю лимон. То есть, такая вода, она не просто нейтральная, она и ощелачивается, да, и очень полезно и приятно пить, да, и она обладает очищающим эффектом на кишечник. То есть, я начинаю свое утро, если я встаю и хочу пить, вот, как раз делаю стакан воды с лимоном, с медом. Смотри, я думаю, что вот Василий имеет в виду, что в этой воде есть уже питательные вещества. Это же не вода получается, это уже пища получается. Жидкая, она пища. Потому что, ну, есть питательные вещества. Я предпочитаю, получается, жидкую пищу. То есть, не просто пить воду, потому что вода, она, как бы, без вкуса. Без вкуса. Приятнее, как бы, пить что-то приятное действительно, да. Шейк, сок, шейк. И это правильно. То есть, то, что человеку хочется, то он должен пить. Я вот, например, сейчас являюсь средом, я не пью воду практически никогда. Я получаю из фруктов, из овощей. Ну, сейчас я больше фруктов ем. Мне не хочется воды. Ну, это и показатель. Есть такой феномен. Кто слышал или когда-нибудь употреблял алкоголь, то на следующее утро у человека возникает сухость слизистой, да, сухость на языке. То есть, говорят, там, сушит, да. То есть, это и есть процесс обезвоживания, процесс интоксикации. Организм просит нас в воду, чтобы мы разбавили токсины в крови, да. Вот, чтобы быстрее вывелся из организма тоже алкоголь и продукты его метаболизма. Вот. То есть, у сыроеда, у него, он с едой не получает токсины, поэтому у него и жажды практически нету. То есть, если у вас сушит, вот, это нехороший, кстати, симптом. Это может быть и показатель нарушения уровня гормонов, инсулина. То есть, у вас может повышаться уровень сахара в крови. Ну, то есть, нужно всё-таки тогда сдать анализы крови, мочи, обратить внимание на сахар, вот, ну и проанализировать свою диету. Может быть, вы что-то кушаете, что, как бы, не есть хорошо для вашего организма. А по поводу анализов, почему, по каким критериям-то судить? Ведь люди анализы и критерии, там, больной-небольной ставили по людям, которые питаются традиционной едой. Он сейчас в сыроеды. Вот у меня парень, он нет, правда, у него лейкоцитов очень сильно пониженное количество в крови. Каждый раз, когда проходят медосмотры, и врачи там в шоке, а как же так? Он говорит, а лейкоциты-то борются за то, чтобы убивать бактерии, токсины и так далее. Они не в крови, а они именно в тканях, где их и место, да, защищать ткани, кожу, да, отторжения. А в крови их мало. И в крови мало токсинов, поэтому там микробов тех же, то и лейкоциты снижаются в крови. Абсолютно правильно. Каких-то критериев вот пока нету, да, получается? Ну, есть, да, есть какая-то норма, да, норма. Взяли общее количество людей, поделили, как средняя температура по больнице. У кого-то 41 градус, у кого-то 35, и говорят, вот такая норма, вот. Ну, тут нужно тогда обращаться к врачу, который, ну, знает, что такое сыроедение, что это норма, что это никакая, не надо поднимать панику, да. Но всё-таки по той же глюкозе тоже действительно, я стою согласен, может быть, и у сыроедов уровень сахара может быть ниже. Я думаю, он таким ниже. Ниже. То есть тут нужно брать не только анализ, да, ну, скажем, я занимаюсь ещё по своей медицинской работе, я провожу диагностику с помощью вегатеста. Есть такой метод Фоля, метод Шимеля, то есть пунктурная диагностика, то есть это ещё один метод, который можно определить, где у вас проблема, норма, что есть норма, что не норма для вас. Вот здесь идёт индивидуально, вот для конкретного человека берём гормон, он в нормальном количестве или нет. Хотя анализ крови может показать, что он там понижен или повышен. То есть ещё искать альтернативных врачей и альтернативной диагностики. Вот дальше вопрос. Почему вода смывает желудочный сок, а достаточно жидкая пища не смывает? Хорошо. Мы, когда еду запиваем, да, то еда твёрдая должна быть обработана кислим желудочным соком в желудке, то есть какие-то полчаса. Вода его смывает кислоту в тонкий кишечник, приводит к возникновению эрозии язв и не набирается той силы кислотности желудочного сока, чтобы растворить еду. Когда же мы принимаем уже, скажем, какую-то жидкую еду, то есть, скажем, коктейль, да, то коктейль, он уже как бы раздробленный, да, ему не нужна кислота для усвоения, понимаете? Ему нужны только щелочные соки. То есть кислые продукты, кислый желудочный сок нужен для обработки в основном белков. То есть это животная еда. Ну и для обеззараживания еды. То есть вы поняли, да, что желудочный сок просто не выделяется, когда вы пьёте жидкую еду, не выделяется, либо в минимальном количестве. Я думаю, что объяснил нормально. Друзья, мы ждём ваших ещё вопросов, если они у вас остались. И я хочу рассказать о том, что Олег проводит консультации. Как врач-сыроед, он может вам помочь избавиться от различных заболеваний, в том числе и хронических. Хотя хроническими они стали после того, как перестали обращать внимание на причину болезни, а не на симптомы, скажем так, врачи. Смотрите, что входит в скайп-консультацию от Олега Гончаренко. Часовая скайп-консультация. Вы можете обсудить вашу проблему с подбором индивидуальной схемы оздоровления, с курсом по очищению организма, под наблюдением врача. Вот то, что мы с вами говорили, что может быть кишечник и просто самому почистить, хотя тоже бы хотелось бы по наблюдениям врача это делать, а печень так тем более. Либо это делать лучше по наблюдениям врача, в любом случае сдать анализы на наличие камешков и так далее. То есть никакой самоволки здесь я не рекомендую делать. И в скайп-консультации будет рассказано про переход на сыроедение при наличии хронических заболеваний. Казалось бы, когда человек здоровый, молодой, ему что перейти на сыроедение? Не так уж и сложно. А вот когда есть какая-то хроническая болячка? Да, сейчас много есть ребят сыроедов со стажем 3-4 года, которые тоже помогают людям переходить на сыроедение. Если человек здоровый, то можно и не обязательно с врачом переходить на… ну формировать живые полезные привычки. Если же у человека уже есть проблемы, скажем, гипертоническая болезнь, эшемическая болезнь, ну какие-то риски, то лучше всё-таки с врачом. Потому что понадобится, скажем, помочь организму гомеопатией, фитопрепаратами, может быть иногда и таблеткой, когда это будет нужно, когда врач определить. То есть в таких случаях лучше всё-таки находить врачей, а лучше врачей, там, вегетарианцев или сыроедов, которые сами как бы на себе это испытали, знают все эти нюансы, да, и проведут вас к цели. А врачей сыроедов вообще по пальцам посчитать можно? Пока немного, вот в Украине я знаю два человека, в России тоже пару человек есть, Марва Гонян, вот, ещё пару человек есть. Так что, друзья, сегодня есть у вас уникальная возможность провести консультацию с врачом-сыроедом, опытным врачом Олегом Кончаренко. Сегодня стоимость его консультации вместо 5000 будет стоить 2999. Олег делает скидку для участников сегодняшнего вебинара. И можем назначить с вами время, когда Олег может провести консультацию. Для того, чтобы заказать эту консультацию, необходимо направить письмо на почтовый ящик, который я сейчас скину с пометкой «Консультация с Олегом Кончаренко» онлайн. Так, сейчас я скину ссылочку. Да, ещё пока Кира спитывает. Я живу в Киеве, Украина, и у нас есть там сообщество сыроедов и врачей, которые интересуются этой темой. Мы проводим регулярные заезды, то есть кто с Украины. Понятно, что сейчас у нас ситуация нестабильная, мы как бы подождём стабилизации ситуации и возобновим эти заезды. В прекрасном месте под Киевом в санатории, в лесной зоне мы на пятидневные такие курсы проводим, и лекции читаем, и у нас, и тренировка. То есть мы как разговариваем, мы просто сидим. То есть надо наоборот максимально двигаться. То есть елопрогулки, походы, экскурсии организовываем. Приглашаем ещё и разные у нас тренировки белоярги, йога. Потом славянские танцы есть тоже интересные, очень отличные. То есть такой комплексный подход позволяет человеку в короткое время перестроиться, да, на новый образ жизни, вот, и, в принципе, оздоровиться. Что кому интересно, тоже пишите. Это вот идеальные условия, просто я сама хочу попасть на такие мероприятия, в лесу, в природных условиях, с единомышленниками, это же шикарно. И вот тем более у вас на Украине. Да, ну вот мы сейчас находимся в Кире в Таиланде, здесь очень много детокс-центров, как раз вот с такими же целями люди со всего мира приезжают сюда. Ну, с героической тематики здесь я не встречал, здесь в основном просто диета дается, значит, фитнес, тайский бокс, вот такие вот вещи. Ну, я думаю, что в перспективе и на Самуи появятся такие программы. Тут всего три кафе сароических на весь Самуи, хотя на Бали уже это более развито, чем здесь. Вот, смотри, Олег спрашивает тебя, Василий спрашивает, так записаться к тебе на очный прием? На очный прием, то есть в Киеве, да, я буду с середины марта, вот, то есть можете записаться через сайт, напишите письмо и, ну, я назначу время, приедете и проведем диагностику, можем провести диагностику, я работаю по методу Вега-тест, если слышали аппаратура Медиц, книги Елисеевой, то есть не просто вот, ну, рассказать вам четко, что с вашим организмом, те же паразиты, вирусы, бактерии, тест на онкоклетки, гормоны, витамины, минералы, то есть все это можно сделать, вот, и расскажу, допустим, ну, порекомендую вам, или там, можно ли вам на строении быть, можно ли, или сначала подлечиться, может быть, гомеопатией вам нужно, да, или у вас есть какая-то личная проблема, заболевание, я скажу, как бы, какой у меня опыт, что можно сделать, конечно. Это очень-очень классная возможность. Так что, друзья, кто хочет записаться на онлайн-консультацию, записывайтесь, присылайте письмо на почту tionsport.sobachka.gmail.com с пометкой «Консультация с Олегом Гончаренко». Также, Олег, давай сделаем подарок нашим сегодняшним гостям вебинара. Порекомендуй, пожалуйста, книги по среднему, которые ты хотел бы порекомендовать, чтобы люди узнали, почитали. Вот сегодня ты уже одного автора называл. Да, я назвал уже этих авторов Нил Барнардт. Вот сюда вот. Можешь их скопировать? Давай. Я тебе сейчас скопирую наставь. Нил Барнардт, книга, это американский автор-врач, который 20 лет занимался проблемой пищевых привязок. И он установил, что это не просто человеку не хватает воли. Это из-за того, что еда, особенно искусственно приготовленная, она обладает такими опиатными свойствами, как наркотик. Это как у человека, который курит, он говорит, брось курить. Он говорит, да я брат бросит, да не могу, мне вот влечет. Так же и с едой. И это первая книга. Вторая книга – это Юрий Николаев. Это кого интересует тематика именно голодания, с медицинской точки зрения, с доказательной медициной, с опытом работы. Тоже интересный, очень авторитетный человек. Ну, хотя бы две книги прочитайте. Это уже будет огромная-огромная польза. Многие вещи поймете, что... Друзья, если вы желаете вместе со мной, переходите на острые идеи, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии, я всегда не рада. А также жмите лайк, если вам понравилось. До новых встреч!